И вспомнил я еще одного парня, с которым учился в Элтон-Хилле. Джеймс Кассел его звали. Мы с ним учились в одном классе, но он всегда сидел в другом конце, и даже редко выходил до доски отвечать. Он был очень тихий парни. Разговаривали мы с ним, по-моему, всего один раз. Так вот, Джеймс Кассел, он ни за что, понимаете, ни за что не хотел брать обратно свои слова. Он сказал одну вещь про ужасного воображала, про Фила Стейбла. Джеймс Кассел назвал его самовлюбленным осталогом. Тогда один из этих мерзавцев, Дружков Стейбла, пошел и донес ему. Тогда Стейбл, с шестью такими же гадами, как он сам, пришел в комнату к Джеймсу Касселу, запер дверь и попытался заставить его взять свои слова обратно. Но Джеймс отказался. Тогда они за него принялись. Я не могу сказать, что они с ним сделали. Ужасную гадость. Но он так и не взял свои слова обратно. Вот, понимаете, вот какой он был, это Джеймс Кассел. Вы бы на него посмотрели. Маленький, худенький и руки, как карандаши. И в конце концов, знаете, что он сделал вместо того, чтобы отказаться от своих слов? Он выскочил из окна. Я тогда был в душевой, я даже оттуда услыхал, как он грохнулся. Я сначала подумал, что это что-то выпало из окна, типа радиоприемника или тумбочки. Но я никак не мог подумать, что это был мальчик. Ну и тут я услыхал, как все бегут по коридору и вниз по лестнице. Тогда я накинул калат, тоже побежал вниз по лестнице. А там на ступеньках уже лежит наш Джеймс Кассел. Он уже мертвый. Кругом кровь. И все боялись, кем ему подойти. А на нем был мой свитер, который я дал ему поносить. А с теми ребятами, которые заперли с ним в одной комнате, ничего не сделали. Их только исключили из школы, даже в тюрьму не посадили. Больше ничего вспомнить не мог. Только двух монашек, с которыми завтракал, и этого Джеймса Кассела, с которым вместе учился и в консультуре. А знаете, чего я хочу? Знаете, чего? По-настоящему. Есть такая песенка, если ты ловил кого-то вечером во ржи. А, нет, не так нужно, если кто-то звал кого-то вечером во ржи. Ну, это стихи Бернцев. Понимаете? Я себе представляю, как вечером в огромном поле играют маленькие ребятишки. Тысяча малышей, а кругом никого. ни единой души, кроме меня. А я стою на обрыве скалы, понимаете? Под пропастью. Ну, и мое дело ловить ребятишек, чтобы они не сорвались. Понимаете? Они играют и не везет, куда бегут. А тут выбегаю я и ловлю их, ну, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребятишек над пропастью во ржи. Знаю, знаю. Звучит ужасно глупо, но, наверное, это единственное, чем мне хотелось бы заниматься по-настоящему. Да? Наверное, я дурак. Ну, я дурак. Продолжение следует... Год и Новый год. Положим не наш, а стиль Новый год. Но мы русские народ сговорчивый. Мы и стиль Новый год празднуем и своего не забудем. Да жалеем, что мало новых годов. Мы бы и наши, и ваши, и их не воин и лени. Мы покладисты. Да если признаться, изрядно сбились в толку. А кто виноват? А виноваты наши культурные центры, то есть русские рестораны. Вот под пасву вдруг объявление. Пасхальный ревильон, блины всю ночь. Вот чувствуешь, что что-то здесь неладно. Но думаешь, ведь это наши единственные древнители старины, хранители заветов. И по русской неуверенности даже в себе усомнишься. Видно, забыл, спутал. Ну, им лучше знать. Под масленицу плакаты. Шашлыки и молодые поросята. Традиционные русские блюда. Вспоминаешь, будто масленица-то месопуст. Но, опять-таки, уверенности Янкой нет. Напечатано традиционные. Ну, значит, традиционные. А вот в наших русских газетах часто встречаются особого рода статьи, озаклавленные обыкновенно портреты или встречи, или силуэты, наброски с натуры. В этих газетах изображены иностранные общественные деятели, министры знаменитостей в области науки и искусства. Представлены они всегда значительными, интересными. Или, в крайнем случае, хоть занятными. О наших деятелях так не пишут. Уж если вы увидите русский профиль в газете, то я этот профиль не поздравляю. Он либо обруган, либо осмеян, либо увлечен и выведен на чистую воду. Мы странно относимся к нашим выдающимся личностям, к нашим героям. Мы, например, очень любим Некрасова, но больше всего нас радует то, что он был картежник. О Достоевском мы вспоминаем бесприятного чувства, что он проигрывал в карты все до последней нитки. Разве не обожаемый Толстого? А разве не веселились вы при рассказах от чьих лиц о том, что, мол, Лев Николаевич проповедовал воздержание, предавался чревоугодию и со старческим интересом придал к Горьке специально для него приготовленные маленькие кастрюльчики? Был народный герой Киевский. Я знаю многие из сердца, когда я напоминаю об этом, но это было. Дамы бросали цветы, солдаты плакали, генералы делали сборы, все покупали портреты. Был герой. Ему висели лживые сплетни о том, что он, мол, зазнался, спит на постели Александра Третьего, женится на Александре Федоровне и чистит зубы щеткой Дмитрия, если он назвался. И все это любя. Странно, мы любим это. Никто не любит. Я говорю, никто не любит французской горчицы. Ну, кроме самих французов. Но этим все что угодно. Положили и лягушку, и таракана, и крысу в соседях. Вот вам, дайвич, ветчина вот эта не нравится. Почему? Потому что она русская. А положи вам жареное стекло, и скажи, что она французская, вы будете есть и причмокивать. Почему? Потому что вам все русское не нравится. Почему? А вот почему? Почему Рождество Христово и дождь? Нет, разве так возможно? Для меня на Рождество снег нужен. Ну, разве это зима? Вот у нас в Москве, вот там зима. Едешь, полозни на санках скрипят, у бенцина Ванькиных клячек звенят. Вот это жизнь. Я раз от Курского вокзала в газетный переулок ездил, два пальца отморозят. Это жизнь. Не жизнь, масленица. Да. А еще как-то раз с компанией в Петровский парк ездил. Ты меня возьми и для смеха скинь в снег. А сами дёру. Это жизнь. Я тогда полтора месяца у себя на малой кислотке пролежал. Живу, значит, чистенькой постелькой. Доктор каждый день. А за окном вот эта рябина, значит, в снегу. И на снеге эти билянтики голубые на солнышке горят. Вот это жизнь. Вот, значит, тепло, в печке дрова гудят. А передо мной, значит, яички с мяткой, котлетка. Нам, в русском, все в русском. Вот у нас, не знаю, и сирень. В Москве пахнет тут лучше, чем где. Кстати, вот я сидел как-то раз в Петровском парке. Под сиренью отдыхал. Вот это самое. И подходят ко мне двое. Скидывал пиджак. Чудесные ребята. Я бы даже с ними сейчас пиво в трёх поле даю. И не жалко мне пиджаков. Ну, разве вот это дождь? У нас в России, там дождь. Он как зарядит, так тебе либо ревматизм хватит, либо насморк. В общем, на три недели. Вот хорошо жить-то у нас. И нету, нету другого подобного государства. Не наше здесь Рождество. Не наше даже и не похоже. У нас добивало морозы еще за днём. Дышать трудно. Того, гляди, нос отвалится. Снег наметет. Цвету Божьего не видно. С трёх часов темно. Эх, хорошо было. Вот, барышня в челочках бегает, хихикает. Нет, вот, пойдет вам похихит. А русский язык, великий, могучий. Слово «хлопотать». Этот удивительный глагол существует только на русском языке, а хлопочут только русские. Хлопотать значит ездить в посольство, когда оно уже закрыто, и в консульство, когда оно еще не открыто. Сидеть тут и там, в переднем на венском стуле, всюду просить позвонить и никуда не дозвониться. Держать своих знакомых за куколицу, чтобы не удрали, спрашивать советы и все подробно рассказывать. При этом все, полагать и досадливо, хлопать руками по бокам, забывать свой кошелек и подсказать с бумагами всюду, где только можно их прикнуть. В ресторане, в кафе, в метро, в автобусе, в такси, в консульстве, в посольстве и в банке. Все это вместе взятое называется «хлопотать». Хлопочут только русские. Прочие народы едут. Русские хлопочут о праве выезда. Прочие народы учатся. Русские хлопочут о праве учения. Прочие народы лечатся. Русские хлопочут о праве лечения. Наконец, прочие народы живут, а русские хлопочут, оправятся шестованием. Да по-вашему, все русское скверно, да? Все русское скверно, а французское осад Рыжели. По-вашему, у страны нет лучше, чем Франция, да? По-моему, что такое Франция, говоря по совести? Кусочек земли. Пошли туда нашего исправника, он через месяц перевод запросит, а мы повернуться негде. А у нас? Выйди за ворота. Конца края нет. Все, едешь, едешь. Что-то вот и есть, что по-вашему, лучших людей нет, чем французы. Согласен, цивилизация, народ умный, ученый. Но нету духа в том. Я согласен, что они все манерные, вовремя дай мне стул подадут, раков не станут, венка есть, на пол не плюнут. Но я не могу выразиться, не знаю, как... Ну вот в французе не хватает чего-то такого... Чего-то такого юридического, что ли. Я вот недавно читал, что у французов весь ум приобретенный, из книжек. А у нас врожденный. Что если нашего русского человека наукам обучить, то никакой русский, никакой французский профессор с ним не сравняется? Ага, ну кто-то и есть. Да русский ум, потому что, изобретательный ум. Ну, правда, хода ему не дает. Да и хвастать он не умеет. Ну вот изобретет, что ли, да? Это ломает. Ну ведь, детишкам отдаст поиграть. Ну, вот, наметник Кучера Уона вырезал и сделает его человечка. Дернешь его за ниточку, а он и сделает непристойность. Ну ладно, шо он-то, не хвастает? Ну смотри, какое дело. Не хватает русскому человеку не только самоуверенности, но и гордости. Вот, давеча иду, огромная растяжка на ресторане. Единственный ресторан, где во время рамильона не будет музыки. Гордится. Подумаешь, ну какая доблесть, ну поскупился нанять оркестр, вот и все. Гордится. Или вот это вот. Какая-нибудь завалящая закусочная, торгующая рову из копыль. Тоже растяжка. Леон, его вино, его блюдо и знаки восклицательные. А доверчивому клиенту, может, в голову не придется, что вот эти вот знаки восклицания суть не восхищения, а может быть ужаса. Или вот этой специальности. Специальность яйца всмятку. Хороша специальность, а? Гордится. Вот в зале одного заграничного курорта собралась как-то за послеобеденным кофе самая разношерстная компания. Были там и греки, и французы, и венгерцы, и англичане. Один даже китай был. Ну, разговор шел благодушный, послеобеденный. Да кажется, англичанин спросил француз высокого бритвы господина. «Прекрасная нация, у вас в груди сердце льва». Венгры спрашивают, «Венгры, венгры». «Прекрасный народ, венгерцы. Венгерку хорошо танцуете». Ну, дальше, бреки хорошие, приятный такой народ, классический. Маслины там тоже, периклы всякие. А сбоку стола сидит один молчаливый, бородатый человек и, положив буйную голову на ладони рук, сосредоточенный, печально молчит. Ну, француз, естественно, не выдерживает, дотрагивается до широкого плеча. «Вы, вероятно, месье, турок?» «Нет, не турок». «А кто ж, осмелюсь спросить?» «Да так вообще-то. Приезжу». «Чрезвычайно интересно узнать. Русский я». «Русский? Да что вы говорите. Настоящий, детки? Альфред Мадлена, вы хотели листья настоящего русского? Вон он, смотрите, скорее сидит». «Господа, может, наголодные?» «Вызверились. Немца, байкнула, подальше убрать». «Скажите, а правда, что в Москве собак и крыс едят? Объясните, а почему русский народ выгнал Николая и выбрал Ленина и Троцкого? Разве они были лучше? А что такое взятка?» «Горит!» — кричит друг русский, швакнув полупудовым кулаком посту. «Горит! Душа у меня горит!» «Эй, Кёльнер, Камильер, шестерка, как тебя там?» «Вулакирина побольше!» «Всех угощаю!» «Эх, мам, горько мне с вами!» «Ох, Душа! Пить со мной моё вино вы можете сколько угодно, не понять мне души. И долго лежала не так, неразгаданная, нитущаяся душа. Лежала, положив голову на руки, пока не подошёл в интернет-отель, господин тут ещё. Что русский человек за все должен платить? Залучить спавну!» «Как только весь мир нам открылся, как только мы смогли по этому неру перемещаться, на нас окрушилась масса разного информации. И мы, благодаря глубокому пониманию того, что рост пьянства — беда и безумие, и что любой алкогольный напиток требует особых праней, даже ритуалов его употребления, очень быстро во всём разобрались. К этому нас подготовило серьёзное, порой пиететное отношение к нашему глубоко национальному обидку фотки. Ну, какие говорят те, кто умеет выпивать, не те, кто заставляет. Говорят, по статистике употребления алкоголя в нашем министрадальном державе. Так вот, мы были готовы к восприятию всех напитков в мире. И мы оказались невероятно обучаемыми. И вот мы уже лучше французов разбираемся в лохбинках и коньяках. Про шампанское я даже не говорю. Мы знаем лучших производителей шотландских виски. У нас есть любимый сорта итальянской граппы, о которых сами итальянцы даже не слышат. Однако наша водка, а главное, правильный способ её принятия вовнутрь, остаются нашим национальным достоянием и частью постижимого, скажем, уже. Нет, ну, европейцы, американцы, конечно, водку употребляют. Ну, как? Пьют её с соками, смешивают с другими разными напитками. Они даже избыли несколько знаменитых коктейлей с ней. Даже тут сам агент, ну, лечебник, доложил к этому руку. Ну, глядя на всё это многообразие, многое из которого выглядит довольно занимательно, русский человек посмотрит, да и скажет. А если не скажет, то подумает. Родимый, смертопаде. Разве так с ней можно? Разве можно? Вообще, не нравится мне французам. Безрадский народ. Наруженностью вроде как и на людей походит, а живут как собаки. Муж за меня и в кафе сидит, а жена напустит в полном доме французов и давай с ними конгонируем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... В Парижке небом что-то случилось необыкновенное. Я любуюсь снежными белыми крышами, Прохожу по хрустящему снегу, Поломая тонкие динки. Париж хорош всегда, А облечённый необычное, Ночарует особенно. Я живу среди чужих. Уже 7 месяцев я живу в Париже, И люблю этот красивый город. Мне нравятся также и жители его, Приветливые, умные, Совсем не обременительные И не обременяющие собой иностранцы. Я жила в Париже годами, И у меня есть здесь добрые знакомые. Если я захочу, могу пойти в гости К лучшему французскому санскритологу, Или к превосходному знатоку Древнего Египта, Или к французу, Безукоризненно говорящему по-русски И влюблённому в Гоголя, Меня встретят ласково. Со мной будут говорить учтиво и умно, А изучатель Гоголя будет даже говорить по-русски. Но отчего же, Когда я уйду от этих своих друзей, За мной закроется дверь, Совсем не резко, не громко закроется дверь, А в ту же секунду я услышу в душе, Что вот в этой моей тоскующей душе Захлопнулись целые ворота. Между нами не может быть настоящего разговора, Ибо нет соучастия души. Я знаю французский язык, Французские особенности, Французское искусство, Подробно знаю французскую литературу, А они не знают того же русского. И, быть может, только тот один, Который любит Гоголя, Поймёт часть меня, Но не подойдёт ко мне вплоть. Я рада, что со мной вежлива. Но не нужна я парижану ни за чем. А нужны ли они мне, Об этом я молчу. И скромность, и вежливость. На стрежень, на простой речной волны Выплывают развесные Стеньки разина черны Выплывают развесные Дорогие невеста и вежливость. И жених. У вас есть то, что ищут миллионы, А обретают лишь из... Это любовь. Любовь долготерпима и милосердна. Любовь не превозносится, Не ропщит и не бесчинствует. Именно она соединяет сердца и судьбы, Мысли и стремления На пути к великому счастью Супружеской жизни Жить для счастья Любимого человека. Участь моя решена. Я женюсь. Та, которую Любила я целые два года. Которую везде первую отыскивали глаза мои. Которую встречу казалось мне блаженством. Боже мой. Она Почти моя. Жениться. Легко сказать. Да большая часть людей видят женить бешали, Взятые в долг. Новую карету, розовый шлафор. Другие приданные степенную жизнь. Третий женится так. Потому что все женятся. Спросите их, что такое брак. В ответ они скажут вам пошлую эпиграмму. Я женюсь. То есть Я жертвую Независимостью. Моей Беспечной, прихотливой Независимостью. Моими Роскошными Привычками Странствами Без цель Уединением Непостоянством Я готов удвоить жизнь Без того не полную. Я никогда не хлопотал О счастье мог обойтись и без него. А теперь мне нужно На двоих. Пока я не женат, что значит моя обязанность? Есть у меня больной дядя, которого, кажется, никогда не вижу. Заедут ему, так он рад. Нет, извиняй от него. Одеваюсь небрежно, если еду в гости. Со всевозможной старательностью, если я веду в ресторации. Вечер провожу В шумном обществе, где, конечно, меня слушают. Возвращаюсь поздно. Прихожу домой, разбираю свой туалетный стол. Вот моя холостая жизнь. А если... Мне откажут. Думаю. Поеду в чужие края. В эту минуту подали мне записку, ответ на мое письмо. Нет сомнений, предложение мое принято. Отец-невеста моя злазко вызывал меня к себе в гости. Наденька, мой ангел. Она моя. Бросаюсь в карету, скачу в этот дом. Первым встретил меня отец-невеста. Вышел с платком, хотел заплакать, не смог, пришлось высморкаться. Мать в сторонке рыдает. Отец вышел, вынес образ, нас благословили. Мать заговорила о преданном. Отец о Саратовской деревне. И я же у них. Вообще, любовь – это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным? Или же это то, что в будущем станет нечто громадным? В настоящем же оно не удовлетворяет. Дает гораздо меньше, чем ждешь. И еще я понял, что искать в женщине того, чего во мне нет, – это не любовь, а обожание. Потому что любить надо равных себе. Создание семьи – это начало доброго союза двух любящих сердец. Но прежде чем вы признать произнесете, возможно, самые главные слова в вашей жизни, позвольте напомнить вам, что именно любовь, чувство, которое соединило вас, навсегда останется неизменным гарантом вашего счастья. И, возможно, в вашей жизни еще не раз произойдет переоценка ценностей, но эта ценность останется неизменной. Она знала, что его не могла. Познакомилась с ним случайно. Это был богатый человек, представитель известной московской фирмы, всегда очень серьезный, по-видимому умный. Казалось ей, что он не обращал на нее никакого внимания. И сама она была к нему совершенно равнодушна. И вдруг это предложение, жалкое, восхищенное лицо, предложение смутило ее и своей внезапностью, и тем, что произнесено было слово «жена». Он не нравился ей. Нарушность у нее была приказчицкая, сам он был неинтересен. Она не могла ответить иначе, как отказан. Но чужой была улыбка. Как будто она поступила вдоль нам. Боже мой, ведь я не ухаживала раньше. Все как-то странно, необыкновенно. И во время молитвы она не была вполне откровенной, потому как не знала, наверное, чего, собственно, ей нужно просить у Бога. Она спросила себя, хорошо ли она поступила, что отказала человека только потому, что ей не нравится его наружность. Правда, это не любимый человек. И выйти за него означало бы навсегда попрощаться со своими мечтами, своими представлениями о счастье, семейной жизни. Но встретит ли она когда-нибудь того, о чем мечтал? А любит ли? Я же 21 год. Жениха в городе нет. А он бы как бы не был и москвич. Кончил в университете. Говорит по-французски. Он живет в столице, где много умных, благородных, замечательных людей. Где шумно, прекрасные вечера, музыкальные театры, превосходные партники, родительские. В священном писании сказано, что жена должна любить своего мужа. И в романах любви продается этому громадное значение. Но нет ли преувеличения в этом? Разве без любви нельзя в семейной жизни? Ведь говорят, что любовь скоро проходит, и остается одна привычка. И что самая цель семейной жизни не в любви, не в счастье, а в обязанностях. Например, воспитание детей. Работа по хозяйству и сочин. Да и священное писание, быть может, иметь в виду любовь к мужу как к ближнему сыну. Уважение к мужу, с отхождением. Она достала из комода колоду карты и решила, что если хорошо стесовать карты и потом снять, если под низом будет красная мать, то это значит да. Ну, то есть надо согласиться у него предложение. Если же черный, например. Карта оказалась в пиковую десятку. Но все же не хотелось увидеть ее. Быть может, она ошибалась за себя. Быть может, теперь она покажется ее лучше. И я вчера долго думала, Алексей Федорович. Я принимаю ваши предложения. Если пишешь о женщинах, то поневоле должен писать о любви. Вообще мужчины без женского общества голубеют, а женщины без мужского блекнут. А женщины, потому что обоим деваться некуда. Но случается и так. Было и такое поэтическое венчание. Потом, какие дураки, какие дети. И еще я заметил, что, женившись, перестают быть любопытными. И ехать в Париж со своей женой все равно, что ехать в Тулу со своим самоваром. И теперь, в присутствии дорогих и близких для вас людей, прошу ответить вас, согласны ли вы идти рука об руку в печали и радости, богатстве и бедности, болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас. Да. Да. Удивил меня тут недавно семейный союз. Величевица Энн, идейная, влюбилась в мучителя Х, думает, что он тоже идейный, дружинка по вкусу повестей и роман, который она так любила. Он мало-помалу оказался недалеким, пьяницей, братушей. Его уволили с работы, он стал жить при жене, обидать ее, и это был нарост в роли саркома, который истощал ее совершенно. Как-то она лечила интеллигентных помещиков, ездила к ним каждый день. Так вот, неловко было платить ей, и они купили ее мужу костюм. Она работала, а ему платили. И ей было обидно, что знакомые его тоже не понимали, и считали идейным. Сегодня вы начинаете новый путь в семейную жизнь, и только в вашей власти сделать ее счастливой. Теперь ответственность лежит не только на вас, но и на ваших будущих детях. Нормальные люди рожают детей по двум поводам. По дурости и вступлению во второй брак. Иных мотивов для тех, кто хоть минимально ценит свою жизнь и психику, мне неизвестны. В первом случае молодая мать еще ничего не знает о детях, кроме того, что можно сделать аборт. Она же так молодая, великодушная. Во втором случае она уже все знает, но иного способа отблагодарить мужика, взявшего тебя с ребенка в человечество, еще не придумал. Рождение ребенка – это всегда страдание. И если физическое действительно забывается, то психическое не забывается никогда. Родители по сравнению с детками действительно живут в полу. У них нет времени, нет места, потому что вся квартира завалена обломками игрушек или кусочками пазлов, которые никто никогда не соберет. У них нет друзей, ну потому что весь прежний их круг разбежался под парочку вечеров, и вопли ребенка, не хотевшего спать. И вот знаете, все эти, ой, не курить, пожалуйста, у нас ребеночек, они могли бы в ботиночки на лестнице поставить, у нас малыш ползает. Да эти бедолаги даже напиться не могут, потому что ребенок встанет в 6 утра и начнет по ним скакать. Кстати, есть такой негласный закон. Если ты напился вечером, то на утро у ребенка обязательно поменится температура. И вот сидят эти бедолаги в маленькой квартире, потому что где есть ребенок, квартира всегда становится маленькой и оберегают свои мобильные телефоны. Их единственная связь с миром, потому что ребенок хочет именно мобильный телефон и всегда его разбивает. Молодедность – это своего рода акт насилия над природой. Одна моя подруга рассказывала, что ад, он, конечно, для каждого свой, но для нее будет ад, когда он там попадет, состоять из квартиры, из которой нельзя выйти, и ребенка, который никогда не вырастет. И я ее прекрасно поняла, потому что первые годы жизни с мальтенцем – это война социального и животного в тебе. Это неприятное открытие, что незачем было писать дипломы, ходить на колокрины, читать Джойса, потому что главное – это здесь, среди присыпок и молокоотсосов. И это в обществе считается счастьем. Беременности, роды, они ведь лишают женщин именно женского, красивого, легкого, щепетания духов, каблуков, красной помады. Да много рожающих женщин своим уродством ставят лишь один вопрос. Да кто же на тебя залазит? И в этой сознательной непривлекательности, в окруженности ревущими детьми в колготках, прослеживается один исторический инстинкт. Не подходи ко мне, я кормлю. Не подходи мне, детеныши, их скоро будет очень много, и скоро они уничтожат мою жизнь. А я не могу иначе. Я так и хочу. Нет, многодетность – это не только от насилия над природой, это уничтожение самой сути человеческой жизни. Потому что человек, он так устроен. Все его ресурсы ограничены. Можно бежать очень быстро. Но нельзя со скоростью звука. Можно любить одну собаку, но нельзя любить свору собак, брежущих у тебя на заднем дворе. Можно любить одного ребенка. Потерить его в комнату, где будет только один его шкаф, с его вещами, с его айфоном, айпадом, телефоном. Но если туда еще потерить пятерых, то уже будет не до любви. Начнется борьба за существование. И раньше, когда холера с чумой выкашивали города и вести, это было важно. Но сейчас, сейчас, я знаю две многодетные семьи. В одной, если третий сделать семерых, а во второй, питью. Так вот, потомки первой семьи, достигнув совершеннолетия, поголовно сошли с ума, предприняли экзотические методы приспособления в жизни, но все шло прахом. Как будто бы одну полноценную личность раздробили на семь частей. Ну, то есть, не туда и не сюда. А дети второй семьи, достигнув по 17-20 лет, насмерть разругались со своими родителями, больше никогда с ними не разговаривали. Кстати, ни у тех, ни у других своих детей. Нет. Общаясь со взрослыми людьми, по собственной воле и разумному выбору живущего везде, всегда чувствую что-то нездоровое, ненормальное даже, мне и с одним-то ребенком семьи кажется откровенно неполным, а тут такое. Симпатичного и вменяемого мужчину, старшего с 40 и живущего с мамой, я встречала лишь однажды. Фильм «Ирония судьбы» и «Свольким баром». Со смешанными чувствами смотришь даже на тех женщин, чьи фотографии, как правило, в 10-летней давности, встречаются на страницах журнала, сокровождаемых заколовоком. Мои дети – это мои зрители. Или я отдал свою жизнь искусству? Ну, а искусство, оно в курсе. Человек, не имеющий детей, все время пытается кого-то обмануть. Но, по моим субъективным наблюдениям, обманывает лишь только себя. Я не знаю, почему так. Возможно, потому что, когда ты проиграешь, тебя не удержит уже никто и ничто. Да ты обязательно проиграешь. И дети – единственное, что может сберечь душу. Потому что душа часто кончается еще при жизни. Или не успевает вырасти. А может быть, потому что Бог действительно не фраер. Тысячи тысяч девушек бегут от материнства, чтобы сберечь все носимые на себе чудеса. И тысячи тысяч исчезают без следа. Однако, что ни делай, но человеческая, тем более женская красота, она пронзительна и примитивна только тогда, когда сквозь чудесные черты приступает судьба и нежность, и милосердие, и способность поступка. Пошлость, говорю, да ради Бога. Я люблю говорить всякие пошлости. Да мало ли на свете красивых девушек. Их удивительно много. Но в их же лицах ничего не отражается, кроме тупого, четкого понимания того, что у них есть две новые, отлично выращенные груди, две новые, отлично выращенные ноги, и некоторое количество других органов, частей тела, приятных на ощупь. Но между тем, грустный опыт подсказывает, что интереснее всего мужчинам наблюдать либо законченных, либо тех, чьих лицах можно угадать отцы Богородицы. Бога Родицы. Это та, что родила. Мужчине за сорок, живущим в одиночестве, я всегда встану и подозреваю какого-то тихого маньяка. Ну, что он там делает в своей квартире вечерами? Пусть мне кто-нибудь расскажет. Пришел с работы, сделал себе яичницу, и потом что? Смотрит телевизор, съел яичницу и смотрит, я же говорю, маньяк. Порой собирается два маньяка разного пола в одну семью. Гениальных людей, всевозможных физиков или лириков, изобретателей, бомбы и пианистов, в силу своих психических способностей, желающих проживать жизнь без лишних затей, лишь с женой или подругой вдвоем, крайне мало. Вы знаете таких? Я почти не знаю. В основном среди бездетных пар встречаются те, что по всем показателям причисляются к обществу нормальных людей. Геи всего мира борются за право воспитывать детей, которые не могут быть у них в принципе, а эти, о которых речь ведем, и даром не надо. Все время задумываюсь, а что они там делают целыми днями, месяцами и годами? Эти, к примеру, мальчик с девочкой, которым на двоих лет девяносто. Такое количество свободного времени, его же нужно куда-то использовать. Может быть, они придумывают новую модель вселенной или план по спасению человечества? Но нет ведь, ничего такого не придумывают. Однажды зашла по делу в одну бездетную семью и обнаружила, что пара сидит и ест эклеры. Удивительное заключалось в том, что у каждого было по шесть эклеров на тарелке. Вот они сидели, мило беседовали, и ели эти эклеры. Потому что эклеры очень вкусные и повышают настроение. Я вскоре ушла, но ощущение это меня не покидает по сей день. Всякий раз, когда я представляю себе быт бездельной семьи, я представляю его именно так. Сидят и едят эклеры. Съели эклеры, можно трубочки со сгущенкой, пирожная корзинка, пирожная картошка, мороженое потом. Потом можно посмотреть на него плен и снова что-нибудь вкусное съесть. Я даже слышала по этому поводу одну доморощенную философию про то, что человечество это раковая обуха. И есть клетки злокачественные, а есть доброкачественные. Злокачественные, которые плодятся. Доброкачественные, которые сами по себе живут. Но если ты доброкачественную опуху, думаю я, терпеть тебя тоже смысла мало. Иди убей себя об стену, а то, малый, потеряешь на своем термистом путь и тоже станешь злокачественным. Так что давай, не тяни, избавляй от себя человечеством. А какой смысл в новых людях? Зачем они вообще нужны? Кому я должна? Слишком много вопросов обитает все время вокруг. Все такие любопытные стали, чуть что сразу спрашивают, а кому я должен? Мы вопросом на вопрос ответим, а кому вы нужны? Кто вам должен? В тупой метафизике, впрочем, больше склонен мужчина. У женщины все проще. Девушка, обдумывающая житие, спрашивает, кому она нужна будет после рода. А в таком то виде. Но я, сколько не присматривалась, так и не заметила, что выражавшие и не рожавшие женщины в 35 или 45 как-то сильно отличались. Женщина, у которой нет детей, она уже давно повзрослела, не сквозит какое-то мерцающее безумие. А еще дети портят фигуру. Еще время портят фигуру, давайте его отменим. Какая бы ни была фигура в 40 лет, ее приятно настоящая фигура, которой 18. И таких фигур поблизости полны-полны. А еще дети отнимают время у прекрасных женщин. Остается открытым вопрос. Остается открытым вопрос. Куда они собирались его потратить? На Фейсбук? На искусство? На то, чтобы чего-то добиться в жизни? Чего? Чего добиться-то? Стать Жанной Дар или старшим менеджером в компании? Само не смешно. Читала тут в одной статье, как девушка описывает свои личные представления про ад. Ад это когда ты одна сладец в квартире и он никогда не вырастет. И правда, дети кричат, пахнут и растут неохотно. но по мне ад это когда младенец вырос, покрылся волосами на всех частях тела, расчесывает, сидит в сладости, не тиши дни, если клиент радуется всему этому, ты уверен, что он проявлен. Трудно. Трудно прожить большую часть жизни в уверенности, что главное в любви это гигиена и профилактика нервных заболеваний. А потом сообразить, что без семьи нет общей картины. не жизнь, а шаблон для кредитного резюме. Хотя в быту спору нет удобнее. А объяснить с точки зрения комфорта семейную жизнь нельзя. Семья это неудобно. Ни череда требований на пустом месте с подпиской о невыезде. Но альтернатива только монастырь. Тоже люди живут. Не самые грешные. Более того, к этому дару Божию имеющие жить наедине с собой. Но кому Бог не дало тому жениться. Искать, найти созвучную душу, срезонировать и жениться. Лично моя партитура начиналась так. Вышел я году в 95-м ранее утром из модного ночного клуба в районе станции метро университет и наблюдал такую картину. Семейная пара и двое детей с лыжами наперевес идут в сторону леса. И отец говорит сону домочадцам два круга вокруг озера и сразу домой. Иначе внутренней почты не успеем. Милый говорил ему хорошенькая супруга. Мы в семь утра вышли. До утренней почты сорок кругов вокруг озера сделать успели. Будильник нужно проверять до завтрака. долгой я смотрел вслед завидовал купила жизнь мульфанта на третисортный сюжете скупила. И тогда сразу подумал я вспомнил о том как в детстве брел через черные засеянные кормовой светлой поля и думал о главном. Ну о любви думал. Потому что как ни крути любовь в жизни главная. И тогда мне представлялись картины завоеваний великих империй для эффектного преподнесения им их к ногам объекта своего чувственного вожделения. Также вспомнился неосеянный лунным светом скальный город под Херсонесом. Я тоже думал о любви. И сознание юноши шифтала о срочной необходимости заболеть кем-то маниакально желанным и по возможности тебе симпатизирующим. Но второй пункт был необязательный. Дело в том что кроме всего прочего любовь это еще колоссальный источник творческой энергии. Но много ли надо юноши? А теперь мою память взрывает зорницы воспоминания о том мгновении когда я доподлинно осознал что искомый объект граница досягаемости и контроля. И уровень моей убежденности был настолько высок что внешние обстоятельства не имели значения. я взял объект за руку и повел за собой. И мне еще ничего не было известно о стратегии семейной жизни но я знал что веду за собой все. Непокоренные тайны океанических бездн организирующие сверхновые за секунду до вспышки и дальше эпизод растянутый на три года как мы летим с ревом в пропасть и мимо проносятся люди фразы события персонажи города я не заболел любим я вне и теперь моя жизнь это череда реакций на действия ее души порой хаотичных бесцельных странных но жизнь без нее невозможна я жив только когда она с любимой мы видимся регулярно только утром и вечером это мною изобретенный способ возможного долголетия я не люблю цветы их неудобно носить в руках но иногда я сужи дарю ей кровь на мрамор это пять белых роз две аллы они так точно передают творящиеся в моем сердце когда я заглядываю в ее глаза после стопки кальвадоса ей не нравится все что нравится мне и это очень помогает держать форму плюс я ее отвлек детьми хотя дети при ее любовном безбрежье это временное передвижение дети они невольные спутники нашего брачного приключения они наблюдают из своего временного укрытия и пытаются запомнить какие-то наиболее яркие реакции ее портрет можно распространять среди примитивных народов как объект чувственного поклонения и только господь и милость в своей оброждает мир проявления ее доля вероятно он не родил меня для сдерживания в пределах жизни и за пределами приказ не отменяется смерти но если надо будет я изобрету новый мир и найду новый способ владеть ее я буду ласкать ее холодные пальцы ледяными потоками сного ручья буду трогать ее волосы лучами прелестого солнца буду нашептывать ей перед сон с праздниками волшебной сказки я разобью зеркало реальности чтобы в тысячах осколков видеть линию ее профиля я заключу время в круг чтобы тысячелетия не слушать ее смех она владеет привилегией святых ее все считают своей итальянцы пылко клянутся что именно так должны выглядеть настоящие итальянки немцы это череписки германской кровей евреи об этом даже ленятся спрашивают но она не станет с тем потому что у нее есть я и по факту венчания на страшном суде от наше дело выделясь только один смех получается получается любимая моя единственная надежда но и это не главное главное быть и а а а а а а а а кончу да кончили да сразу посреди